В мире существует не так уж и много популярных игровых консолей. И очевидно, что наравне с конкурентами, лидирующей позицией занимает игровая приставка от японского гиганта Sony – PlayStation. И так получилось, что очень много информации стало известно более чем за год до начала официальных продаж. До чего уж там уже даже стал известен ценник будущей консоли, но об этом в конце видео. А чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий мира технологий, рекомендую подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видосов. Меня же зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали! Знакомство с консолями Sony я начал с крайне раннего возраста. В 5 лет у меня появился первый PlayStation и тут понеслось. Через меня прошли все поколения стационарных консолей и несколько версий PSP. Потому я прекрасно понимаю то чувство, когда с выходом новой консоли вся ваша библиотека игр, купленная на аккаунт для PlayStation 3, отправилась в утиль. А все потому, что PlayStation 4 не поддерживает обратную совместимость. Выходит, что вам нужно либо держать у себя старую консоль на случай, если вы захотите поиграть во что-то с предыдущего поколения, либо продать ее и отпустить десятки тысяч рублей, потраченных на игры ранее. Из-за этого я распрощался со своей PlayStation 3 всего пару месяцев назад. Однако на горизонте замаячил свет надежды. Инсайдер PS Airbus опубликовал в Твиттер сообщение, в котором призвал игроков не выбрасывать и не продавать свои диски от PlayStation 1, 2, 3 и 4. Ранее этот источник не раз размещал достоверные сведения касательно игрового подразделения Sony. И это подтверждает слова другого источника, Патрика Кеплика, о том, что новая консоль Sony будет не только будущим, но и прошлым. В итоге можно сделать вывод, что PlayStation 5 будет не только совместима с PS4, но и с другими поколениями консолей. Скорее всего, из-за архитектурных отличий такая совместимость будет реализована посредством мощного эмулятора. И если это действительно так, то уже на старте приставка будет иметь гигантскую библиотеку из самых разных игр. Примечательно, что свое название внезапно PlayStation 5 ипонский гигант подтвердил официально, в отличие от своих конкурентов из Microsoft. Новинка от мелкомягких пока имеет только кодовое название Project Scarlet. И сейчас перед собой вы можете видеть сравнение характеристик двух консолей. Процессором у обоих соперников выступил AMD Ryzen Zen 2. Графический чип AMD Radeon Navi в случае PS5 и AMD Arcturus у Xbox. Сразу отмечу очень важное нововведение консолей. Это SSD вместо порядком устаревшего HDD. Это положительно скажется на времени загрузки в играх по сравнению с приставками прошлого поколения. Максимальное поддерживаемое разрешение обеих консолей – 8К. Вероятнее всего, речь о честном 8К пока не идет. А теперь немного о контроллере. Главное нововведение по сравнению с DualShock 4 для PS5 – отказ от старой технологии вибрации Rumble, использующейся со времен оригинальный PlayStation, в пользу новой технологии тактильной обратной связи, которая, как сообщает Sony, предложит более широкий спектр обратной связи. Например, столкновения со стеной на автомобиле и игра в футбол будут сильно отличаться по ощущениям. Также новые вибрации позволят почувствовать разницу между песком и грязью, льдом и обычной землей. Еще одним крупным изменением станет технология, которую сама Sony называет адаптивными триггерами. Эта технология позволит разработчикам настраивать сопротивление курков R2 и L2. Например, можно будет почувствовать повышенное напряжение во время натягивания тетивы при стрельбе из лука или соответствующее сотрясение при езде по пересеченной местности. Похожую технологию ранее в этом году патентовала Microsoft для будущего контроллера Xbox, но неясно, будет ли технология готова к выходу следующей приставки Project Scarlet. К слову, журналисты из Wired подтвердили еще одну вещь – контроллер получит разъем USB-C. Ура! Это победа! Надеюсь, скоро все производители придут к этому разъему как к единому стандарту. Около пару недель назад, когда Sony впервые заанонсировала свою консоль, она сообщила, что она поступит в продажу ближе к концу 2020 года. Однако сейчас европейский интернет-магазин уже подготовился и сделал страницу с приставкой. И если данные можно считать верными, то новенькая PlayStation 5 на старте обойдется нам в 500 евро – около 35 тысяч рублей. Старт же продаж начнется 4 декабря 2020 года, аккурат под рождественские праздники. Верить этой информации или нет – решать, конечно, вам, я лишь делюсь с вами актуальными новостями. А как вы думаете, получит ли новая консоль Sony поддержку обратной совместимости? Учитывая опыт прошлых лет, я был бы в восторге от таких новостей. А ваши мысли по этому поводу я, как и всегда, жду в комментариях, обязательно все прочту. А чтобы не пропустить новые видео, советую подписаться на мой Телеграм-канал. Ссылочку на него и на мой Инстаграм вы найдете в описании видео. Как только в Телеграме соберется тысяча человек, я обязательно проведу среди них розыгрыш чего-нибудь крутого. Ну и лайк с подпиской тоже приветствуется. А вы были на канале Копипаста, меня зовут Кирилл, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok